В животноводческих хозяйствах республики порядка 4,5 миллионов голов скота. Как правило, окотная кампания начинается весной. Но и здесь есть исключения. В Южном Дагестане ягнята рождаются и в октябре. Герой нашего сюжета Ага Мураталиев позаботился о хороших условиях содержания для ягнят. Вот только что ждет их за пределами фермы. С 2014 года по соседству находится мусорный полигон. Пластиковые пакеты разлетаются на десятки километров. Во всех ближайших фермах есть зафиксированные случаи падежа скота. Этим малышам лезгинская порода всего несколько дней или даже несколько часов от роду. Порядка сотни ягнят уже появилось на свет уже в животноводов села Ярах Хивского района. Окотная кампания в этом хозяйстве началась в октябре и продлится до середины января, рассказывает фермер Ага Мураталиев. Круглые сутки, внимание, на ногах. Надо это делать, другое делать. Сейчас идет у нас приплод. Его надо помощь, помогать, поддержать. Мы со своей семьей все здесь мы находимся. Ага Мураталиев – опытный производственник. Сегодня в его хозяйстве более полутора тысяч голов овец и коз и 150 крупнорогатого скота. Традиционный окот на зимних пастбищах обычно начинается весной. Но и у раннего есть преимущества. Как правило, молодняк уже в мае будет готов к реализации. Продают обычно баранчиков. Подросшие ярочки, в свою очередь, лучше будут готовы к перегону уже в горы. У нас в республике ранний окот планируется в районах преимущественно южных, которые в ранние годы занимались перегоном, перевозкой овцепоголовья на зимние пастбища на территории республики Азербайджан. Это планировалось в связи с тем, что там были теплые погодные условия. И руководители хозяйства планировали реализацию тоже в ранние сроки для себя. Лезгинская порода овец наиболее приспособлена горным условиям Южного Дагестана. В настоящее время поголовье пасется на отгонных землях на границе Табасаранского и Хирского районов. В прошлом году, благодаря господдержке программ по мелиорации, Агай Мурадалиев смог провести воду из Самур-Дербенского канала. Проложил трубу протяженностью 3 километра, построил трансформатор и насосную станцию. Здесь 80 гектаров должны были поливные участники. Из них 75 гектаров уже посадили пшеницу, посеяли. Осталось 5 гектаров. Весну будем сажать лук, картошку и еще другие овощи. Агам Мурадалиев намерен и дальше развивать сельское хозяйство. Но пока главная проблема – соседство с этим огромным мусорным полигоном. Расположенная за селами Дюзляр и Рукель свалка во многих местах не огорожена. Пластиковые пакеты разлетаются по сельскохозяйственным землям на многие километры. Есть случаи падежа скота. Многочисленные обращения местных жителей в разные инстанции пока не дали результатов. В прошлом году из этой мусорной свалки погибло у нас под около 56 крупных рогатых скот. Около 100 чем-то мелких рогатых скот. Это есть лабораторные подтверждения документов. Приехали комиссии с министерства сельского хозяйства. Им показали, что вот лабораторные заключения. Желуда забивается пакетами, похудеет и подыхает. А пока ягнята подрастают и набираются сил, в ближайшее время их переведут на подножный корм. И тогда главная задача чабанов будет охранять животных от поедания пластиковых пакетов. Раим Абдулаева, Сергей Климук, Вадим Шамхалов, Юсуп Газиамаров. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова